Миссионерская функция церкви Мы помним слова Спасителя Иисуса Христа, нашего Господа о том, что «идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это главный императив, главное повеление, которое было дно апостолом. И с этого момента церковь во все времена, во всех народах, во всех странах продолжает исполнять эту заповедь, это повеление Господа Иисуса Христа. В чем же оно заключается? Действительно, у нас в стране существует некий такой зазор, достаточно большой, между людьми, которые считают себя православными и теми, кого мы можем назвать воцерковленными людьми, которые постоянно ходят в церковь, исповедуются и причащаются, и которые стараются жить в соответствии с словами Христа. И в этом смысле мы можем сказать, что миссия церкви, мы можем разделить ее условно на три основные составляющих, на три миссионерских поля. Первое — это внутренняя миссия, то есть это миссионерское поле, которое относится к людям, к нам с вами, к прихожанам, к этим самым пяти процентам, о которых вы спрашиваете. Потому что ведь именно эти пять процентов и являют всем остальным 95% населения нашей страны, что является на самом деле, чем является на самом деле православная вера. Главный евангельский посыл любви. Ведь они смотрят на нас с вами. Если мы, пусть и маленькая часть, не говорим, не свидетельствуем нашей жизнью, нашей верой, нашим словом о православной вере, то кто же будет это делать? Поэтому первое — это мы должны сами себя задать. А что я лично делаю для своей церкви как миссионер? Не бойтесь этого слова «миссионер». Миссионерам призван быть каждый православный христианин. Поэтому вы, миссионер, на своем маленьком миссионерском поле, у себя в семье, на своей работе, среди своих сокурсников в учебном заведении, и всякий, с кем вы сталкиваетесь, вы являете им Христа. И они по вам будут с уйти от церкви. Второе миссионерское поле — это люди, которые были крещены когда-то, особенно в нашей стране, в 90-е годы большое количество людей принимали крещение, но мы можем сказать, что они не воцерковлены. То есть, да, они являются людьми крещеными, но не воцерковленными. И, конечно, к ним обращена проповедь, к ним обращено слово церкви. Чтобы люди, которые когда-то были крещены, но не просвещены, имели возможность узнать, что такое православная вера, как читать Библию. Именно для этого и создаются многие интересные миссионерские проекты и порталы, например, богословский портал «Экзигет» и многие другие. И я помню, когда я начал воцерковляться, этого всего и еще не было. И сейчас, благодаря интернету, человек из любой точки России имеет возможность, уникальную возможность, и задать вопрос священнику, и получить ответ, и посмотреть интересные фильмы о тех местах, в которых, может быть, он никогда не был. Сейчас все дороги для миссии для нас открыты. И третье, очень важное поле, миссионерское поле для нашей церкви – это те люди, которые за церковной оградой. Это люди, которые не являются православными, кто-то, может быть, считает себя атеистом. Или люди в других странах даже. Я был во многих странах, и в Индии, и на Филиппинах, и с миссией, и могу свидетельствовать о том, что очень много стран в нашем мире, в которых не было православной проповеди Евангелия. И это тоже задача нашей церкви. И по мере сил она ее несет. Создаются новые приходы, открываются миссии. И люди принимают православную веру из самых удаленных уголков нашей планеты. Поэтому эту заповедь идите и научите все народы, крестя их во имя, отца, 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 отца. Мы все должны нести и продолжаем нести каждый день нашей жизни. Когда спускаемся в метро, когда идем на учебу, когда мы общаемся с соседом по лесничной клетке. Поэтому зададим этот вопрос и себе в том числе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...